Восьмая глава послания к римлянам. Апостол Павел, как никто другой, ощутил на себе великую благодать и милость Божию. Когда мы читаем апостола Павла, мы находим, как прямо, открыто, не скрывая, отзывается он о себе, кем он был в прошлом. Мы находим, что он называет себя убийцей, потому что он такими был. Помешал ему великий Бог, но если бы он добрался до того места, куда он пошел, в Дамаск, то было бы много крови и много беды, но Господь остановил его. Но до этого он успел много чего наделать. Он был гонителем церкви, и однажды он встретился с Богом. И он ощутил, насколько великий Бог, насколько милостивый Бог. Бог простил ему прошлое. Он увидел силу благодати. Он говорит, Бог спас меня, такого, как я грешника. И в этой восьмой главе апостол Павел говорит, люди, кто посмеет отделить меня от любви Божьей? Люди, что может стать препятствием того, чтобы мне хоть на одну минуту забыть, что сделал для моей жизни Господь? И он здесь перечисляет, 35 стих, кто отлучит нас от любви Божьей. Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за Тебя умерщевляет нас всякий день, считает нас, как овец на заклании, обреченных на закланиях. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая любая тварь, не сможет отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашей. В своей мудрости Павел, может, имел свои недостатки, как человек. Где-то говорят о нем, что он был и немножко некрасивый, где-то он был не совсем здоровый. Может быть, говорят кто-то, что он на одну ногу хромал, или у него зрение было плохое. Может быть, у него были какие-то недостатки. Но в речи, в высказываниях у него не было недостатка. И он в этом перечине ставит все, что может разлучить нас. И смерть, и глубина, и широта, и высота. И даже, он говорит, и даже то, что я не перечистил, и никакая другая тварь не сможет разлучить нас от любви Божьей. То есть, если я и что-то не перечистил в этом списке, то и то не сможет нас разлучить от любви Божьей. Это мнение апостола Павла. Он любил Господа. Он посвятил свою жизнь Господу. И ничто не могло увести его от Господа. Но давайте, друзья, мы обратимся к другому месту. Что-то апостол Павел упустил. Может быть, умышленно. Может быть, он не учел, что такое может быть в жизни возрожденных людей или в жизни верующих людей. Я хочу обратиться к 50-му псалму, где Давид молится. Девятый стих. «Окропи меня и сопом, и я буду чист. Омой меня, и я буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и сгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого. Не отними от меня». Читающие Библию и любящие царя Давида, я думаю, что вы все любите его, как и я, вы знаете, с каким событием его жизни связан этот псалом. Это даже не молитва царя Давида. Это его громкий плач, это его громкое рыдание. Это был один из самых страшнейших моментов в его жизни. И я называю эту проповедь для себя наивеличайшая опасность в жизни царя Давида. Это плач человека, который дошел до черты, до пропасти, и еще один шаг. И это стоило бы его всей жизни. И царь Давид плачет. «Духа Твоего не отними от меня». Я помню в моем раннем детстве один случай. Мой отец воспитывал восемь сыновей. Один за одним, сильные, высокие, как я, и пятерых дочерей. И он для нас был сильным, он для нас был мудрым. Для нас не было умнее, сильнее, мудрее, чем наш отец. Когда он приходил, мы вокруг него были, чувствовали себя в безопасности. Но однажды, это был 80-й год, когда Советский Союз готовился к проведению Олимпиады, моего старшего брата призвали в армию. И на полгода он исчез, никаких писем, никаких телефонных звонков. Мы сильно переживали. Церковь молилась, дома мы молились о нем. Дело в том, что он попал в такую специальную роту, где их готовили. Была такая, помните, высшая военная служба ВВС, чтобы охранять Советский Союз от случайных бунтов или восстаний, или беспорядков во время Олимпиады. И он прошел полгода обучения. Практически они не знали, к чему их готовят. Но последний день, когда их вывели на плац, для того, чтобы принять присягу, им объявили, что вам выпала высокая честь, вам страна доверяет очень сильно, каждый из вас получит оружие, вы будете охранять религиозные организации, вы будете охранять церкви, вы будете охранять тюрьмы, в которых содержатся религиозные преступники и фанаты и так далее. И мой брат, оставаясь за несколько минут или часов до того, чтобы провозгласить эту присягу перед страной, он набрался смелости, он помолился, сделал несколько шагов наперед и сказал, я отказываюсь принять присягу, я являюсь христианином, и в тех тюрьмах, что я должен буду охранять, в тех церквях, где я буду охранять, молятся мои братья, проповедуют мои братья, и я отказываюсь от выполнения такого приказа. Его прямо с этого плаца, с этого места увели, и к нашим дверям подкатил военный автомобиль, вышли несколько военных людей, офицеров, постучались в дверь, вышел отец, и мы только могли представить, о чем идет разговор, мы слышали шепот за дверями, эти люди объявили, что наш брат находится в опасности, и ему грозит большой срок тюрьмы и так далее, и отец открыл дверь, входит в его руках, был небольшой конверт, и он перед всеми нами открывает этот конверт, а мы были собраны в комнате, 13 детей, и ждем, что же нам сейчас отец скажет, жив ли наш брат, или в опасности ли он. И отец объявил, что наш брат, мой сын, в опасности. Вот такое случилось, и мне передали конверт, как отцу написать ему короткое слово, увещевать его, попросить его отдуматься, принять присягу и служить стране. И мы все ждали, что сейчас случится, что отец сделает. Я помню, как он наклонился над маленьким таким столом, взял ручку и с дрожащей рукой написал слова, «Сын, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Он поднял этот лист и написал, «Мать, дети, вот что я написал вашему брату», и запечатал, вышел и занес за двери. Но самая запоминающая мне картина была после этого, когда скрипнула дверь, и вошел наш отец, и он громко заплакал. Его ноги подкосились, мама бросилась к его ногам, весь дом был плач, дом плача, все плакали, и на время нам подумалось, что жизнь наша остановилась, и земля ушла из-под наших ног. Знаете, когда плачет мама, это плохо, когда плачут братья, это плохо, но когда отец плачет, когда отец в отчаянии, когда он чувствует, что безысходность, то это самое страшное для семьи. И я помню этот момент. Царь Давид плачет в этом 50-м псалме, и вместе с ним плачет вся страна, весь Израиль. Знаете, когда царь, все привыкли видеть царя Давида, что он поднимает меч, он имеет слово от Господа, он знает, что делать с Амаликами, потому что Бог ему принес, дал ответ, он знает, что делать с Голиафом, потому что он почувствовал, что им руководит Дух Святой. Он был уверен в своей жизни, но в этот момент он пошатнулся, он не знал, что делать, он закрылся в своей комнате и плачет. Это был тот момент, когда пророк Нафан открыл двери и вошел к нему. Обычно пророк Нафан заходил к нему и приносил ему слово от Господа. Давид нуждался в откровениях. И на этот раз Нафан тоже пришел в палаты царя, и его Давид принимает, как и вчера, как и третьего дня. Но в этот день Нафан ему принес очень печальную новость. И Давид почувствовал, что от него уходит Дух Святой. Уже нет тех песен, которых он раньше писал, уже его арфа не так играет, уже он потерял связь, сконтакт с Богом. И он молится, Господи, Духа Твоего Святого не отними от меня. Он помнил, каким он шел против Голиафа, когда на него сошел сильный дух от Господа. Он шел против львов и против медведей, когда он был еще пастухом. Какая на него была сила. Но он помнил и Саула, когда из сильного царя, мудрого царя, на котором сошел сильный дух Божий, и среди пророков он выделился. Вдруг он превратился в человека бесноватого по той причине, что написано, Дух Святой отошел от Саула. Кто, как не царь Давид, помнил времена судей, когда на простых людей сходил Дух Святой, Дух Божий, и они становились сильными. Они ввели за собой людей. Они ввели сильные войны, приносили много побед. Давид это знал. И здесь он плачет. Господи, кем я окажусь, если Ты заберешь от меня Дух Святой? Кем я окажусь? Где я окажусь, если я лишусь то, на чем я держусь сегодня? Духа Твоего Святого не отними от меня. Друзья мои, моя молитва о том, чтобы мы были внимательны к тому, какие отношения у нас с Богом. Чтобы мы были внимательны к тому, как мы ходим перед Богом. Однажды Бог сказал не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеком. И Бог очень долго терпит нас. Он долго стучится в наши сердца. Он долго взывает к нашему сердцу, к нашему духу то, что и было во времена Ноя, то, что и было во времена Лота, Содома и Гаморы. Но Бог однажды сказал, и это никто не вычеркнул из Священного Писания, недолго Духу Моему быть пренебрегаемым. Сегодня в наших церквях я не сужу этим, просто я хочу есть много людей, друзья, которые давно остались без Духа Святого, без этой силы Божьей и просто по инерции, просто по привычке приходим в церковь, по привычке поднимаем руки, но мы давно забыли, мы упустили тот момент, когда Дух Святой взывал к нам, когда Бог говорил в наши сердца, и мы пренебрегали, и мы дошли до этой черты, до которой дошел Давид, и мы ее с легкостью перешагнули, и мы оказались в положении опасном. Помнится мне история из первого, первой книги царств. На пророка, на священника Илью из первой книги царств я слышал много проповедей, и с чем-то соглашаюсь, а с чем-то не соглашаюсь, но у меня есть свое мнение об этом. Говорят, что он был стар, и он забыл Бога, что его глаза притупили, что он любил много кушать, что он был тучным, что он уже оставил свои священнические обязанности, может быть и это правда, но я думаю, что священник Ильи в том положении, где он был в четвертой книге царств, он знал Бога, и однажды однажды к священнику Ильи пришли люди и принесли ему новость 4 глава 1 царств и пришел человек к Илью из Тана и объявил, что все сбежали с места сражения, это был тот период, когда Израил вел войну с велистимлянами и священник Ильи как и каждый человек подумал, ну, на войне всякое бывает, есть победы, когда Израиль наступает, есть победы, когда нужно спасаться бегством, Ильи принял эту новость, или принял это извещение, следующие Ильи сказал, Илью сказали, что двое твоих сыновей были убиты на этой войне, Ильи с болью принял эту весть, но на войне всякое бывает, друзья, есть уцелевшие, есть погибшие, но Ильи, этот священник, который долгое время служил в храме и знал, от чего зависит успех, от чего зависит благословение Израиля, он ожидал следующее, он ожидал, в каком положении находится ковчег, где ковчег, принесите его назад, мы помолимся, мы взыщем Господа, мы принесем наше покаяние перед Господом, мы принесем наши жертвы перед Господом, и придет время, и придет время, и снова ковчег пойдет перед нас, и мы одолеем филистимлян, но то, что услышал этот священник, было самым печальным для него, и сказали ему, что ковчег Божий был взят филистимлянами, и написано, что священник услышал об этом, и он упал, и умер, упал со своего свидалища, и умер, этот старый священник, знал, что значит присутствие Бога в Израиле, этот старый священник знал, что значит этот ковчег для Израиля, и когда он услышал эту беду, он сказал, для меня нет смысла больше жить, для меня нет больше радости, потому что мы лишены главного, друзья дорогие, Давид плачет, и Духа Твоего Святого не отними от меня, потому что это все, на чем я держусь, это все, что дает успех в моей жизни, это все, что дает благословение мне и моей семье, я обращаюсь сегодня к отцам, отцы, молите, чтобы Дух Святой был сильно, мощно на вас, потому что от этого зависит благословение вашей семьи, от этого зависит помазание, которое будет на вашей семье, матери, молодежь, давайте хранить то, что так дорого было для Давида, давайте ценить то, что так дорого было для этого мужа Божьего, если мы увидим эту опасность, то давайте, как Давид, плакать и молиться, Господи, Духа Святого, верни мне, Духа Святого, дай мне, лишь сохрани меня от этого рокового шага опасности моей жизни. подожди. Спасибо. 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 Продолжение следует...